Ну что, давайте приступим. Я для удобства какую вещь сделал? Я сделал слайды, в которых вы увидите определенные, знаете, такие важные цитаты. Вот как здесь написано, да, очень важное место. Несите в свой класс защиту нашей планеты. Это не я написал. То есть, чтобы вы смогли как-то законспектировать, но мы будем разворачивать. Знаете, есть в такой философии понятие сутры, или есть афоризмы, или есть еще шлоки. То есть, какие-то вещи, в которых есть глубинный смысл. В нескольких строчках встречались. И вот я тоже записывал какие-то вещи, над которыми будем размышлять, над которыми будем обсуждать их. Вот какие-то вещи, кстати, я посмотрел на эту стену и очень обрадовался, потому что больше половины таких людей, которые здесь висят на стене, они как бы в нашем семинаре сыграли немаленькую роль. Там Лев Толстой, Дира Ганди, Мать-Тереза здесь вот за экраном. То есть, это такие удивительные личности, которые... Да, они все пришли. Я вот сегодня зашел, породился просто. Особенно Лев Толстой, потому что вот очень много мы будем использовать его цитат. Это был удивительный человек, который очень много рассказал как раз об обиде и о гневе. Так, сейчас я включу наш аппарат. Одну секундочку. Как уже сказала Лилон Александрия, я как бы участник проекта психологии третьего тысячелетия. И вот то, что с вами мы сегодня увидим, это вот как бы дети чего-то проекта третьего... Проект психологии третьего тысячелетия. Это международный образовательный проект. Вот, добро пожаловать в наш проект. И темой для... картинкой для нашего семинара я выбрал вот такую вот картинку. Я очень долго искал, как проиллюстрировать прощение, что природа души. И вот нашел такую картинку. Я хочу, чтобы мы начали с нее. Посмотрите, пожалуйста, на нее. Что вы здесь видите, скажите? И кто вообще понял, откуда это? С Брюклистом. Да, да. Это из фильма «Страсти Христовой». И здесь очень интересная сцена какая? Когда Мария... Да, помните, да? Буквально за несколько минут Марию хотели убить. Хотели убить священники, жители города за то, что она была проституткой. И здесь мы видим очень интересную сцену. Сцену прощения и принятия. Вот посмотрите. Буквально несколько секунд. И почувствуйте, что здесь происходит. Это Моника Белуччи, удивительная актриса. Я не помню, как зовут актера, который играл «Креста». Потрясающий фильм. Почувствуйте, что здесь происходит. Мы будем возвращаться к этой картинке, потому что в ней есть очень глубинный смысл. Кто готов сказать, что он видит на этой картинке? Ну, она не верит. У нее есть недоверие, да, я согласен. Но так же у нее есть рука, которая понимает, что это что? Хочется верить. Это ее единственное пределение. Еще кто что увидел, скажите? Надежда есть. Надежда о помощи, совершенно верно. Есть рука. Есть рука, спасибо, Саня. Есть рука, которая, смотрите, она протянута. Там Наталья присоединилась. Спасибо. Наталья. Есть рука. Кто еще что увидел? Лена, что вы видите? Я вижу только Монику Белуччи. Только Монику Белуччи. Я стараюсь, но Моника Белуччи, она, конечно... Потрясающая актриса. Невероятно. И она там, вот в этом фильме сыграла удивительную вещь. Я очень люблю этот фильм, очень много раз его смотрел и буду еще смотреть в своей жизни. В нем есть очень глубокая истина. Папа Римский, когда ему дали посмотреть этот фильм, он сказал такую простую фразу, говорит, наверное, так оно все и было. Потому что это очень правдивый фильм. Эмил Гибсон очень обухненный человек, который в этом фильме тоже сыграл роль. Знаете какую? А? Нет. Не знаете? Хотите скажу? Он прибивал Иисуса гвоздями. И он говорит, мои руки там смотрят. Говорит, я понял, что моя жизнь это вклад. Потому что я живу не по наставлению Христа. Это то, что он сказал. Удивительный человек. И этот фильм, это его, когда он сказал, это мое подношение, чтобы как-то загладить свою жизнь по-другому. Еще, пожалуйста, посмотрите. Что вы видите? Она начинает верить в Бога в этот момент. Она начинает верить. Совершенно верно. Здесь есть вер. Это очень важный шар. И здесь показано прощение. Прощение, оно не может быть искусственным. Прощение – это природа души. Здесь мы видим, что Мария, она увидела, что оттуда, от этой личности идет принятие. Что она не увидела тех людей. Он тоже понимает, кто она. И более того, Христос даже больше знал, чем эти люди, как она живет. Но он дал ей шанс. И вот, что с нами произойдет во время нашего семинара, если вы почувствуете, что этот шанс у нас есть, это будет большим успехом нашего семинара. Что фраза, которую я обычно беру в конце, но почему-то я сейчас хочу сказать вначале, что у Бога есть бесконечная способность прощать. Вы должны в это поверить. Это важно как для того, чтобы простить себя, простить своих родственников, простить тех, кто нас окружает. Это удивительная способность, которой он наделяет всех живых существ. Если мы вернемся к своей природе души, а семинар наш называется «Прощение этой природы души», вы почувствуете, как эта способность, она у вас естественным образом проявляется. Это ему невозможно научиться. Это у нас есть в природе в нашей с вами. Понимаете? Неважно, кто вы, где вы родились, где вы живете. То есть это данность, которая дана нам от Бога. И чтобы понять, что такое прощение, нужно понять, что такое обида. Об этом с вами говорили. И в самом слове «обида» в переводе с латинского уже заложен очень интересный смысл. Латинский очень глубокий язык. Смотрите. «Ресентри» или по-английски «резентен». Правильно, да, я в английском не очень плохо знаю звучание. Обида. Смотрите, он состоит из двух слов. «Реаль» — повторять, «есентри» — чувствовать. Понимаете уже смысл? То есть в этом, что это такое? Повторяется. Смотрите, то, что повторяется, и то, что чувствует. То, что происходит. То есть есть какая-то эмоция, которая постоянно что делает? Крутится. Понимаете? То есть которая постоянно повторяется. Как маховик, который накручивается. Вот само слово «обида» — удивительный язык. Я когда это прочитал, думаю, насколько удивительный язык. Хотя он сейчас мертвый латинский язык, но так или иначе все слова, они имели очень глубокий смысл. То есть и можно понять, что эта эмоция, если она приходит в нашу жизнь, она имеет свойство маховика. То есть она увеличивается. И чем больше у нас живет обида, тем больше она у нас растет. Такое удивительное свойство обида. Почему это происходит, мы с вами дальше узнаем. И с точки зрения йоги, обида — это болезненное состояние ума. Обида — это болезнь, невроз, отпечаток в нашем уме. Есть такое очень слово «самскара». Может, он для кого-то непонятный, но перевод его — это «отпечаток в нашем уме». Это очень такое глубокое слово. Смотрите, что происходит. Почему болезнь? Потому что с точки зрения йоги, сознание человека, если оно не научилось освобождаться от обиды, то есть не умеет проживать обиды, то есть это как болезнь. То есть если вы не научились правилам, как вести себя на улице в холодное время года, вы будете болеть. То есть это что, смотрите, это проблема сознания, прежде всего, да? На улице холодно, а я шапку не оделал, на улице слякоть, а у меня там босоножки, я не знаю, или что-нибудь еще. То есть мне хочется вот сегодня показать, какие у меня красивые там или колготки, или что-нибудь еще. Я вот вышел вот так, да? То есть это проблема сознания. И обида, она имеет вот такую интересную вещь, что это определенный отпечаток неправильного сознания. То есть вот эти самскары, отпечатки, они накапливаются в нашей жизни, и происходит очень интересная вещь. То есть у человека меняется мировоззрение. Следующая вещь, которую мы должны понять, она возникает из-за неправильного мировоззрения. Человек все время возвращается в состояние обиды. Смотрите, что происходит, чьи важны вещи. То есть когда мы не увидели сам этот механизм, что обида – это определенный урок, который к нам приходит. То есть вот эта боль, которая к нам приходит, это определенная любящая сила, которая должна чему-то научить. Если мы это не понимаем, мы просто принимаем саму боль. И пытаемся избавиться от этой боли, в какой-то момент у нас получается извращенное сознание. Понимаете, да? Или нет? То есть мы начинаем смотреть на мир, как, знаете, через розовые очки. Мы пытаемся увидеть, что все в этом мире должно быть, как я хочу. То есть я, все, что происходит, должно исполняться сразу, все мои желания. То есть мы хотим наслаждаться в этом мире, независимо от того, что происходит вокруг. Это очень интересная вещь, смотрите, что происходит. То есть что это такое неправильное мировоззрение? То есть непонимание, что в этом мире есть законы. Есть в этом мире законы? Скажите. Совершенно верно. Есть законы. И если мы нарушаем эти законы, то в нашу жизнь приходят что? Проблемы приходят. Понимаете? Уроки. Уроки приходят. Проблемы, уроки, да. Давайте будем пользоваться уроками. То есть приходят уроки, которые нам нужно выучить. И неправильное мировоззрение, оно заключается не только в законах мироздания. Что вот есть, допустим, человек, к примеру, может не соблюдать режим дня. Какие к нему уроки придут? Скажите, пожалуйста. В виде болезни. В виде болезни. В виде чего еще? Усталости. Усталости, стрессов, да? Стрессов. То есть человек будет страдать. Есть еще более тонкий закон. Законы, как устроена психика человека. Вот вы немножко уже, Лена, сказали, да? Что если человек не соблюдает законы не просто режима дня, он не умеет общаться с этим миром. У него нет отношений гармоничных с этим миром. К такому человеку что приходят? Какие уроки? Конфликты с окружающими. Конфликты с окружающими. Еще что? Обида, невроза. Обида, невроза, совершенно верно, смотрите. То есть он не понимает механизм, как строить отношения. И следующая вещь, последняя вещь из мировоззрения, это то, что есть еще божественные законы, которые объясняют очень тонкие вещи, как устроена судьба человека. Что такое отношение Бога и души. Зачем этот мир был создан? Это более тонкие вещи, смотрите. И когда люди начинают придумывать свое объяснение всему этому миру, как раз и возникает вот это искаженное мировоззрение. И вот на поле этого искаженного мировоззрения как раз и растут вот эти все обиды и претензии. И, как я уже сказал, цель моего семинара увидеть, что все вот эти обиды и претензии, которые у нас есть, это, дорогие мои друзья, знаете, к кому обиды? Это обиды ни к мамам, ни к папам. Ни к детям. И даже не к себе. Это обиды к Богу. Потому что Он все неправильно так устроил. Это тонкая вещь, вот поверьте. И у Вити, как это работает. Потому что кто все это устроил, скажите, пожалуйста. Бог. Кто послал мне маму и папу? Мы сами выбрали. Сами выбрали. Понимаете? Кто-нибудь выбирал, что к нему всему придут вот такие дети. Скажите, пожалуйста. Это можно как-то там спланировать, что-то сделать, но вы не можете это до конца сказать, что вот это тот, кого я хотел. Это вообще не похотел, да? Даже мужем, да? Даже мужем. Вот мужем, знаете, такой вот здесь. Нет, просто я загадала мужа и реально по всем критериям подошел. Вот просто вот по всем. Вы даже не поверьте, мне все знакомы в шоке от того, что случилось. Но я зашла побегнуть. Один пакт забыли, в списке не было одного пункта. Да, зарабатывайте денег. И как? Когда? У меня точно не было. У меня тоже вопрос. То, что забыли. Идеально. То, что мне нравится. А все остальное все понравилось. Спасибо вам, дорогие женщины. Очень мационально это откликнулись. То есть, смотрите, есть определенные... Я потом вам расскажу, потому что мы ближе к послезавтрашнему дню будем говорить об этих более тонких законах. Сейчас. Вот. Но идея понятна вам, да? Что такое искаженная картина мировоззрения. То есть и на этом поле, на этом поле невежества, это, знаете, такое поле, как вот здесь фильм, помните, там, поле чудес в стране дураков, да? Это такое поле, на котором вот эти всякие сырники растут. Вот эти обиды, претензии, это как раз сырники, которые мешают нашему сознанию быть чистым. Вот такое поле вот дураков. И вся наша вот страна, я даже, извиняюсь, я сейчас в другой стране, извините. Я думаю, ваша страна тоже как бы, ну, грешит этим, да? Я вот сейчас был в Киеве, знаете, очень яркая вещь. Мы прям жили прям рядом, недалеко от этого Майдана. Наблюдай сейчас, что там происходит. Вот это как раз проявление вот этого обиды и гнева, который у людей накопился просто, понимаете? И они сейчас вот таким образом пытаются как бы что-то решить. Но это надо ли они что-нибудь как-то думать, а? Нет, так, ну а как им по-другому решить? Вот, совершенно верно. Надо просто идти сражаться, делать вот. Это вот то, как мы на тебе и живем, понимаете? По-другому невозможно решить. Вот. Я вот ехал с таксистом, который тоже с пеной рта доказывал, что вот только так нужно. Я говорю, пожалуйста, ребята, идите сражать. Но вы думаете, вы первые такие, понимаете, в этом мире? Кто совершает революцию, кто там свергает правителей, кто выбирает другого, который нас спасет, понимаете? И там иконостас ему ставят. И потом этот святой превращается почему-то в какого-то тирана. В очередной раз. И они говорят, опять не получилось. Понимаете? То есть это определенная закономерность. И вот это очень похоже, что происходит с обидами. Природа обиды, как и всех пагубных вещей в этом мире, приковывает наше внимание к себе. Здесь вот скобочек написано «наркотики». Скажите, пожалуйста, почему наркотики плохи? Одна из причин. В зависимости. В зависимости. И обиды имеют такую же природу. Смотрите. То есть когда человек, он обидчивый, он притягивает обиду. Он уже не может жить без обиды. И у нас, кажется, это по времени, не знаю, мы сегодня все наложимся, это завтрашняя тема, почему нам выгодно быть обиженным. Мы разберем там столько удивительных пунктов, и вы пометите себе галочки. Вот это, вот это есть. То есть мы увидим, почему мне хочется оставаться обиженным. То есть в этом есть определенные выгоды. Есть определенная, знаете, извращенная природа получения любви. И вот обида наимеет такой механизм. Еще здесь последняя строчка приковывает наше внимание на себе. Здесь еще очень важно. Смотрите, что когда человек обижен, замечали такое? Когда есть очень сильная обида, у вас наверняка было в такой жизни, что вы ни на чем, ни на другом не можете сконцентрироваться. То есть вас обидели, такого хорошего, такого прекрасного, ни за что, как всегда, да? И ваше сознание, оно полностью сконцентрировано на этой вещи. Вы не можете ничего другого делать. Вы даже мир не замечаете. Понимаете? Я вот встречал таких людей, летом, там человек на море живет, понимаете? Все, курорт. Люди тратят кучу денег приехать, чтобы побыть там неделю на этом курорте, а человек живет в этом месте, полностью погружен в обиды и ничего этого не видит, понимаете? Он говорит, пойдем на море, сходим, погуляем, все пройдет. Мне не нужно сидеть и думать, как меня такого хорошего обидит. Вот мы свеемся, но это же жизнь, понимаете? И вот это не факт. Я вот сейчас вот сталкиваюсь с такими людьми, просто поражает. Это природа обиды, понимаете? Вот то же самое с наркоманом, понимаете? Он где-то сидит, у него все, вот его все внимание, только как найти, где сделать, то есть вся его жизнь превращается вот в ад, на самом деле. И вот обида, она способна только увидеть, вот если мы не научимся освобождаться от этой обиды. То есть механизм действует именно так. Обиды часто возникают на пустом месте, я уже сказал. Согласны вы с этим? Кто-то на нас не так посмотрел. Даже не на нас, а за нас, понимаете? Вот посмотрели? Вот сейчас, если вам такое задание могу дать, вот посмотрите друг на друга сейчас, устоите за глазами. Вот посмотрите, вот все-все-все посмотрите. И сейчас вам следующее задание, я не буду вам давать, вам так сказать. Можно найти недостатки в другом, скажите? Можно. Можно, без проблем, да? То есть у нас заложено просто, понимаете, в сознании. А если я вам дам другое сейчас задание, вот смотрите, оно пока сочнее сложное. Найдите хорошее в этих людях. Уже сложнее, да? Чувствуете? Уже нужно напрягаться. Смотреть так, интересно. Что хорошего? Человека не знаю. Мы с супругой, когда проводили детские праздники, породились в очень интересную вещь. Я очень много лет занимался творчеством, сейчас занимаюсь. Мы проводили детей праздники, дни рождения, и делали как-то необычно старались. И мы однажды придумали такую вещь. Детям собирали именины, значит, сажали именинника в круг, и детям нужно было сказать, ну как здорово, да? Все собираются, и все говорят имениннику хорошее. То есть те качества, которые у меня есть, потому что друзья собираются. Мы поразились. Знаете, что? Дети не могут ничего рассказать. Более того, мы поразились, что именинник не может принимать. Даже если кто-то говорил какие-то хорошие вещи, он язык показывал, он как-то там гермасы какие-то строил. Мы поразились просто. У меня супруга говорит, Александр, это что вообще? Я помню, в детстве так вот дружили, у нас были отношения. То есть у детей, не знаю, может быть у вас среди другие здесь дети, но в России вот такие дети. И вот я вижу все это, усугубляет, усугубляет. Им легче какие-то гадости делать. Понимаете? То есть они живут, это как раз вот о чем мы говорили, смотрите, вот это искаженное нервозрение. Им легче какой-то вот найти какой-то недостаток и вы смеете это. Чем сказать, что это хорошее. Это сейчас относится к какому-то, семья относится к ребенку. Совершенно так. Я говорю, у меня моя дочь ей два года. И мы все время говорим, как она красавец, как она замечательная, как она лучшая. И она приходит в детский садик, она говорит, вот таким он хороший, он такой милый, а вот эта такая-то замечательная. И наоборот от нее слышал именно позитивные вещи от других людей. Спасибо, Алексей. Смотрите, это как раз и есть, смотрите, формируется правильное мировоззрение. Но так или иначе, вот этот весь мир, он как бы сейчас в такое удивительное время живем, что нам диктует совершенно странные вещи. И что самое интересное, мы это принимаем, и как, знаете, одна учительница ко мне пришла, мне это было, в Беларуси, она послушала вот эту всю первую тему про обиды и говорит, я не буду нашим тренингом. Я говорю, почему? Потому что, говорит, в нашей школе невозможно так жить. А она учительница в школе говорит, в нашей школе это просто все нереально вот это применить. Я говорю, и что? Я ухожу. Я говорю, ну это вошли. Понимаете? Потому что это действительно очень сложно. Вот сейчас недавно встречались с Шаловой Александровичем Аманашвили, знаете, он? Он приезжал в Краснодаре, я в Краснодаре живу, он мне сказал, кстати, да? Вот совсем рядышком с доктором Тарсуном и с ним соседним. Я очень давно его знаю, и вот он пригласил меня в эту деревню, где он живет. Мы сейчас там с ним живем. Делаем какие-то совместные проекты. Вот. И Шалов Александрович, он как бы увидел вот эту всю губительную систему образования. И то, что он сейчас делает и пытается внедрять в свои почти 90 лет, удивительный человек. Он увидел, как вот эта система современной образования, она просто губит детей. Она навязывает вот эту искаженную картину мировоззрения, которая из ребенка превращает вот такого, как бы, знаете, механизма. Так, идем мы дальше с вами. И он еще книги эти удивительные написал, про улыбаетесь. Я, может, расскажу. У него есть интересная история, которую он в Краснодаре рассказывал про своего сына. У него прекрасный, удивительный сын, который перенял весь его опыт и сейчас тоже преподолел. Из обид в нашем вне накапливается негативная энергия. К чему-то или кому-то. Это и есть энергия гнева. Смотрите. А гнев и обида – это на самом деле синонимы. То есть, когда мы смотрим на другого человека негативно, да, вот как я сейчас вам дал бы задание, да, в какой-то момент вы просто смотрели, 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 и в какой-то момент что накопилось у вас? Энергия вот этого гнева. То есть, неудовлетворенности, претензий. И обида, она как раз питается гневом. Чтобы на кого-то обидеться, нужно в себе накопить очень много гнева. Вот как я сейчас рассказывал про Киев, да, чтобы люди вот эти смогли вот такое сделать, у них очень много должно было накопиться претензий и гнева. Как знаете, сейчас вот в Америке такие вещи сейчас происходят, что люди приходят, просто достают оружие и просто стреляют. В школах такое происходит. Вот представьте, сколько нужно было этому ребенку накопить внутри гнева, неудовлетворенности, чтобы это сделать. Это же не просто так, представляете, он пришел, ему интересно это было сделать. Он же понимает последствия. Вот если нам Бог даст времени, я обычно в конце моего семинара показываю фильм очень интересный, и на этом фильме это реальная история, которая в Америке произошла. Как раз связана вот с такой историей. И мы этот фильм, вот здесь у нас, здесь же можно нас будет в воскресенье чуть попозже остаться, если мы не уложились. То есть удивительный фильм, где мы увидим, как все, что мы с вами прошли, всю теорию, всю практику в этом фильме наглядно показаны. Что, вот слава богу, у нас еще это не происходит. Но, скорее всего, если так будет все развиваться, то это тоже произойдет, потому что мы очень сильно следует тому, что сейчас в Америке каких-то вот этих странах, так сказать, цивилизованных происходит. Это вот как раз об этом, смотрите, что если накапливается эта негативная энергия, которую мы не можем освобождать из себя. То есть обида, она в конце концов, вот этот гнев, во что он превращается в глобальном масштабе? Войну, совершенно верно. То есть все войны, они основаны на гневе. То есть есть какие-то диктаторы. Если вы посмотрите биографии вот этих диктаторов, вы увидите, внутри в их жизни была очень сильная обида. Мне недавно попался очень интересный материал про Гитлера, про его детство. Как вы думаете, что в его детстве было? Страх и ужас. Страх и ужас. Насилие отца, понимаете? И этот ребенок вам просто сказал, я вырасту, а вы все увидите, кто я такой. То есть это вот энергия гнева, понимаете, которая копилась, 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 и она, ну, какие вот страшные вещи. Есть очень интересная история, сейчас вам расскажу. Что-то вот это немножко сложный материал, да? Но это нужно нам понять, понимаете? Это очень важная вещь, Илона. Нормально, да? У меня как-то лицо, да, такое. Да, да, я вот как раз хочу рассказать очень интересно. Ну, Гитлера, смотрите, несчастный ребенок, мне стало жалко. Факт, понимаете? А Браэльев, он тоже из семьи, то ли кому-то социалистов, то ли непонятно откуда. Поэтому так и сейчас он. Вот, понимаете, вот смотрите, очень интересная вещь, то есть откуда это идет? Я поражался, вот знаете, вот как психолог, я когда смотрел, думаю, вот недавно я фильм посмотрел, «Бункер», и он тоже, вот если у вас, ну, есть как бы нервы посмотреть такой фильм, но он очень интересный фильм, для меня был. Я никак не мог понять, откуда у него была эта энергия, вот столько людей вдохновить вот на такую, не знаю, совершенно бессмысленную вещь, и я увидел, насколько у него было сильное вот это желание, вот этот гнев, вот эта внутренняя энергия, как он ее трансформировал в свою идею. Вот в этом фильме там очень подробно это показано, там описано последние его несколько месяцев, когда он жил в бункере, и как он все вот до конца был привязан к этой идее. А история очень интересная о том, что когда копится вот эта негативная энергия, то есть жизнь, она, это кажется, вот следующая тема, это разновидность гнева, мы об этом говорили уже, ага, вот, что в какой-то момент, смотрите, вот эта негативная энергия, она просто переполняет, и однажды в одной школе произошла такая история, она не такая трагичная, как предыдущая, просто учительница увидела, что дети, ну, такой небольшой класс, но они просто все переругают, там были обиды, претензии, она уже не смогла на это смотреть, спокойно, и она решила как-то своим ученикам помочь, и что она сделала, как вы думаете? Она сделала очень интересную вещь, вы тоже вот запомните, может, когда-нибудь вам это пригодится в жизни, вы можете это сделать своими детьми. Она сказала, принесите, я эту историю рассказывала на науке жизни, сказала, принесите все по большой картошке на следующий день, все принесли. Она сказала, теперь я хочу вам помочь избавиться от обид, от гнева, от которой накопился, от всех претензий, хотите? Они сказали, хотим. Вам на картошке нужно написать имя своего обидчика. И все стали спрашивать, а два можно? А три можно? Она говорит, пишите сколько хотите. И они стали там царапать, накорябывать, там все это написали. Она говорит, теперь складывайте. Она взяла большой мешок, и все сложили все картошки и поставили возле доски. Она говорит, а что будет дальше, сказали ученики. Подождите, произойдет чудо. Прошел день, прошел два, и в классе стал раздаваться очень удивительный роман. Дети стали спрашивать, что происходит там? Не знаю, как ее там звали, ты учиться. Она говорит, все нормально, учите, все хорошо. Она говорит, нет, нет, уже невозможно учиться здесь, здесь что-то воняет, какой-то запах идет. Она говорит, все хорошо, продолжаем учиться. У нас образовательный процесс. И в какой-то момент уже невозможно было находиться в этом помещении. И они стали бунтовать. Где-то есть источник. Она говорит, да, вам действительно хочется избавиться от него. Знаете, что это такое? Это ваши обиды, которые гниют в вашем сердце. Вот эта негативная энергия, которая набралась в вас, вот эта обида, она подобна вот такому гниющей вот этой картошке. Если хотите избавиться от него, освободите свои сердца. Не носите эти обиды в себе. В современном обществе есть одна проблема. Вот при всем этом образовании, при всей этой технократии люди утратили эти механизмы освобождения от обиды. Понимаете? Раньше люди все знали, что такое покаяние, что такое открытость, что такое доверие. Понимаете? То есть люди открывали свои сердца друг друга. Не просто там ты, где, я как, что заработал, что сделал. То есть вот таких сердечных встреч все меньше и меньше. И именно вот когда люди открывают себя, открывают свое сердце, они доверяют друг другу. Происходит освобождение от этого негативного груза. Это вот та вещь, которую нам в нашей жизни нужно восстановить, дорогие мои. И вы должны это передать своим детям. Научиться вот эти негативные эмоции проживать. И более того, научиться их даже не впускать в себя. Это очень важная вещь. И мы вот будем учиться, как это делать. Следующая вещь, которую мы должны понять, есть внутренний и внешний гнев. Как вы думаете, в чем разница того и другого? То есть когда вот эта энергия копится в нас, появляется внутренний и внешний гнев. Внутренний, направленный на разрушение. Да, вот о чем говорила. То есть мы, смотрите, что внутри этот гнев оседает. И что происходит? Разрушение себя как личности. То есть мы не можем простить себя. Если это глубже идет, с тонкого уровня, что происходит дальше вовнутрь? Разрушение чего? Психики и тела. То есть это внутреннее. А внешний гнев, что это такое? На окружающих. Да, на окружающих. То есть что происходит? То есть мы разрушаем отношения, разрушаем, что мы? Семьи. То есть вот сейчас огромное количество разводов. И если посмотреть вглубь, что это такое? Это непрощенный обид. Согласны вы сказать? То есть люди просто накопили определенные претензии, и у них были определенные ожидания, которые не оправдались. и все практически разводы – это вот на этом основании. То есть люди не увидели вот сам принцип, сам принцип и само понимание, что произошло. Как сейчас такая фраза есть, да? Мы просто другу подходим. понимаете? Но что самое интересное, они очень-очень другу подходили. Знаете, как механизм, как два крючочка. Если люди поймут, что это то, что действительно мне поможет в жизни, потому что проблемные отношения – это всегда отношения, в которых я могу что сделать? Учиться. Вырасти, могу учиться. Но нам хочется что? Найти таких людей, с которыми легко, которые нам могут говорить, у тебя все замечательно, такая прекрасная, но в конце концов, что из этих отношений теперь растет? Вот эта идеализация, она превратится в очень странные, искаженные вещи. И мы никогда не будем счастливы с такими отношениями. Но проблемы отношения, они всегда, в них заложен рост. Если вы, как я помните, я говорил, вот этот пример, что если мы идем внутрь этих отношений, мы видим, как отношения, они углубляются. Любой брак, он должен пройти испытание, поверьте мне. Согласны с этим? Да. И каждые семь лет… И смотрите, каждые семь лет брак проходит определенные этапы. Вот если вы видите, если брак прошел семь лет, это значит, говорит, люди, они прошли определенные этапы. Еще семь лет, еще на более высокую ступень. Они могут терпеть. Но терпению тоже есть конец. И немного тоже потом поговорим о том, что такое терпение. Это очень важные качества. Прощение. Вот. Следующая вещь, совсем немного нам осталось. Любая обида основана на невежести. Она вырастает на поле нашего скверненного ума. Мы об этом говорили сами уже, да? Помните? Это очень важная вещь, которая вам поможет. Что вот это невежество, оно является вот этой почвой, на которой обиды, они растут, знаете, как грибы. Вы встречали когда-нибудь людей, которые очень сильно обижены? Есть у вас такие знакомые, да? То есть смотрите, у этих людей что происходит? Они как бы притягивают к себе вот эти обиды, притягивают эти ситуации. С такими людьми очень сложно общаться. Они вас всегда подозревают. И более того, они находят подтверждение. Вот есть удивительный такой психолог Колин Типпинг. Он написал книгу «Радикальное прощение». Он очень подробно разбирает это сознание жертв. Вот почитайте. У него очень хорошие там есть техники. И я вот одну из его техник взял, у нас послезавтра будет тренинг, который, как я немножко там видно изменил. Он очень подробно пишет в этой книге о сознании жертвы. Практически большая часть его книги направлена на это. Он описывает, как вот это сознание, оно просто притягивает. И в начале книги он приводит историю своей сестры, которая готова была развестись с своим мужем. И он ей доказал и показал, что проблема именно в ее настроении. Ее муж изменял, он говорит. Ну, то есть там целая история, я не буду рассказывать. То есть так или иначе, смысл какой, что человек, когда есть вот это искаженное сознание, он притягивает себе эти проблемы. И он каждый раз, что делает, убеждается. Говорит, я так и знал, этот мир такой. Там все мужики, как говорят, такие, да, а мужики, говорят, все женщины, не буду говорить, какое слово, да. И они в этом убеждаются. И они говорят, не делай добра, что получишь? Не получишь зла, да? Удивительная вещь, но люди в это верят. Вы верите в это? Что-то так не уверен, а? Не верьте. Не делай добра, не получишь зла, а? Скажите, мудрее, что верите в такую фразу? Верю, верю. Верите? Да. Это вот с чем мы будем работать. Как-то я не знаю, выпустился на своем опыте. Есть такая большая тенденция, многие обижаются на жизнь. Воу. Вот как бы не выделяют там, что, ну, там, на того-то. А вот когда человек рассказывает о себе, то чувствуется такая обида на жизнь. Или еще вот государство, тоже такая тема яркая, что вот как бы государство не заботится, там, вот оно виновата, правительство, вот тоже такая тема актуальна. Да, это как раз вот оттуда. То есть, смотрите, есть определенное вот это невежество, то есть, есть искорженная картина мира, как это все должно быть? Понимаете? То есть, что происходит? То есть, у человека сложилось определенное вот это сознание жертвы, что все должны кругом поменяться, и тогда я стану счастливым. То есть, я вот какой я есть, то есть, у меня все хорошо, понимаете, да? Встречали таких людей, или вот у нас такое происходит? У меня-то все хорошо, люди говорят. Вот-вот у них проблемы. Понимаете? Вот на Майдане сейчас то же самое происходит. Он говорит, мы как люди, у нас все хорошо. Я вот с этим таксистом, знаете, мне удалось ему все-таки как-то вовнутрь, он что-то понял. У нас очень длинный был разговор, пока мы гуляли. Он говорит, вот в Голландии люди живут по-другому. У них там такой правитель, и там с детства ребенок рождается, он всем уже обеспечен. Я говорю, а как ты думаешь, если президент Голландии был бы президентом Украины, что произошло бы? Что бы все сразу хорошо стало? Или как ты думаешь, люди Голландии и люди Украины, у них разные умонастроения? А? И он так стал задумываться. Мне приснилось от солнца сегодня, что я переехала в Голландию. И есть что интересно, что я там встретила, там очень много знакомых с Украины. Нет, очень много людей. Я не был в Голландии, ты была в Голландии. Ну вот, с которыми я встречалась здесь в веке, ну, в прошлом. И я подумала, ну, я в Голландии. Откуда здесь столько, и почему они все здесь? Да, то есть вот к теме о Голландии, что можно уехать куда угодно, да? Ну вот, такие... Все равно это никуда не уйдет. И эти люди все-таки, они как-то напоминали о себе, всем, чем могли. Вот. То есть это состояние все равно осталось. Есть очень хорошее высказывание, что народ достоин своего правительства. Это общее сознание получается? Да, общее сознание. Совершенно верно. То есть люди собираются не только вместе с семьями с одинаковым сознанием, но вместе с одинаковыми задачами. В подъезде, встречали такое? В доме, на работе. И так целая страна, понимаете? Это люди с определенным сознанием. Вы знаете, по этому поводу есть очень хорошая история. Когда одному человеку астролог сказал, что ты погибнешь от того, что ты утонешь. И человек как бы всю жизнь избегал, как бы, ну, с водой. То есть он никак не соприкасался с водой. И когда он был старым, ему из Америки пришло письмо, что ты получаешь большое наследие. И так как он был старым, на самолете было уже тяжело летать, он заказал самый дорогой лайнер. И отправился в путешествие на этом лайнере, где было тысячу человек. И когда, значит, на середине этого пути лайнер стал тонуть, он понял, что от этого никуда не деться. И он искренне стал молиться. А прошло, когда ему сказали, это там лет тридцать или сорок прошло, когда предсказание было и когда это случилось. И он стал молиться. Очень интересная история. Я не знаю, была она или не была, но так иначе красивая история. Он зашел, значит, на корму этого корабля, как Титаник, знаете, сломается. Господи! Ну, я понял, да, все правильно, все сказали. Я верю, что это так. Ну, у меня одна вот сейчас дилемма внутри возникла. Какая, как вы думаете? Догадались уже? Ну, у меня-то судьба. Ну, сейчас погибнут это все. Почему сейчас произойдет? И вот такой с неба голос. Вот, знаешь, дорогой, мне понадобилось тридцать лет, чтобы всех вас вместе собрали. Понимаете? То есть, это определенные вот законы, механизмы. Как они работают, это очень сложно понять. Потому что это настолько сложные вещи, настолько... И нам, в принципе, даже не нужно понять, как они работают внутри. Знаете, как люди говорят, я хочу понять, как работают законы кармы. Не поймете. Есть механизм. Нам нужно понять, что этот механизм есть. И этот механизм очень простой. Что посеешь, что и пожнешь. Понимаете? Это самая простая вещь. Мы должны это понимать в своей жизни. Если от нас исходят претензии, от нас исходят обиды, от нас исходят боль, то мы это и будем пожинать в своей жизни. Понимаете? Это вот очень важный урок, который мы должны извлечь из силы. Если в нашей жизни сейчас есть проблемы, есть боль, есть обиды, это говорит всего лишь только о том, что мы когда-то кому-то эту боль причиняли. И сейчас это вернулось к нам как определенный урок. Те ситуации, в которых мы оказались. Потому что механизм кармы именно такой, что сто процентов той боли, которую мы кому-то когда-то причинили, она к нам вернулась. Потому что это обучающая программа. И программа, которая основана на любви. Там нет насилия. Есть любовь. Очень хорошая есть фраза, да? Которая объясняет это. Что можно учиться шепотом любви Бога. Если мы это не слышим, мы учимся чему? Рупором. Голосом совести. Если нам голос совести не нравится, мы не слышим голос совести, приходят в упор страданий. И вот в нашем мире, в современном, часто люди пользуются последним. А в упор страданий. Но если они научатся слушать внутри вот этот вот голос совести и шепот любви. Видите, какая удивительная вещь. Они все более и более толки. То тогда в нашей жизни очень многое поменяется. Мы встретимся с самим собой. помимо, что моя жизнь в этом мире, это не просто, знаете, какая-то случайность. И все, что со мной происходит, это не просто какая-то, знаете, вот непонятная, как это сказать, система, в которую я как-то случайно непонятно как попал. Что это определенная задача, определенная удивительная школа, в которой я как ученик могу очень многому научиться. Школа, в которой преподаются уроки любви. Чувствуете разницу, да? Но если мы отказываемся учиться, то, извините, мы учиться должны. Однажды один человек очень интересную вещь сказал на семинаре. Он говорит, я вам хочу доказать, что даже ад – это проявление любви к Богу. Очень такое радикальное, да? заявление откликается на мысли. Он нас не совместил эти вещи, да? В чем? Возможно. Все возможно. Ну-ка. Я не знаю, как это возможно. Это очень интересная вещь. Потому что, смотрите, что происходит, когда люди это часто разделяют. От Бога только все хорошее исходит. Но ад – это проявление сатаны, этот мир, все это проявление сатаны. Нет. Почему ад существует? Очень простая вещь. Что это определенные границы, за которые уже больше нельзя. Нет. То есть, как наша жизнь – это определенные границы, что дается определенный период жизни, который мы можем накопить все, и потом мы можем как заново очиститься. И вот ад – это как раз тот момент, когда человек, он совершает грехи и говорит – все, уже хватит, надо очищаться. То есть, определенные есть границы. И в этом проявление любви. Понимаете? Участилище. Ну, то же самое. Если хотите, потом расскажу историю. Очень интересная. У меня в моей жизни много было друзей, которые даже побывали в одну. Это реальная история. Это как бы нужно потом рассказать. Ну, я расскажу. Сейчас нам нужно дойти на тему. Боль обиды со времени утихает до той поры, пока нам снова об этом не напомнят. Очень интересная вещь. То есть, сама природа обиды боли, она имеет такое… несколько ступеней. Это описано в йога-сутрах Патанджави. Что нам кажется, что нужно… Знаете, как многие говорят? Ты просто забудь об этом. Да? И что происходит со временем? Что эта боль, она как бы утихает. То есть, она как уходит на дно. Это подобно тому, как… Очень хороший пример есть, как если мы не едим… Едим, вернее, неправильную пищу, то образуется ама. Слышали, да? Токсины. И они что делают? Они оседают. И в какой-то момент, если их много накапливается, что происходит? Полезнее, понимаете? То есть, они накапливаются в каком-то слабом органе, в который подвержен… И вот эмоции, непрожитые, как обиды, они вроде со временем утихают, и мы их проглатываем, знаете? Вот я терпеливая женщина, я столько терпела, еще буду терпеть. Вот эта вот вещь, это очень губительная вещь. Если у вас в этой жизни происходит, вам нужно понять, что это неправильно. Нужно научиться проживать, не впускать их внутрь себя. Быть открытым и понимать, что… Как знаете, вот многие психологи советуют, если у вас вот произошла днем какая-то очень сильная эмоциональная вещь, нужно до сна обязательно открыться, прожить. Как вот есть психологи, которые учат работать в экстремальных ситуациях. Чему их учат, знаете? Я вот у Марина даже спрашивал проживать, чтобы, допустим, человек, когда он находится в этом состоянии, чтобы он вспомнил, что произошло с ним. Чтобы он вот этой эмоцией, его боль, которую он сейчас ощутил… Обычно люди, они просто встают в такой ступор, у них все это… Они замирали. Вот мы были недавно в Крымске с моей супругой, когда там была вот эта трагедия. Мы как психологи от нашего проекта ездили, помогали там людям. И там я тут увидел, как этот механизм работает. Мы постарались все принять. И там я очень интересную вещь в Крымске заметил. Знаете, какую? Как работают два вот этих механизма жертвы и ученика. Те люди, которые верили в Богу, у которых было понимание, что есть уроки жизни, они учеников все это проживают. Но люди, у которых была вот эта претензия к миру, они готовы были… Знаете, что сделать? Вот этого мэра вот этого города Крымска просто разорвать на части. Вы даже не поверите, сколько у них было гнева, сколько злости к этому человеку. Они просто готовы были вот просто на части. У этого человека даже приступ сердечный случился. Хотя он вроде бы все сделал. А что там было? Там затопило город. Затопило целый город и особенно частные дома, там где-то порядка 90 домов просто исчезли. Там всю мебель люди потеряли, там были саманные дома, они просто свалились. То есть трагедия страшная была. Там кто-то, говорю, какие-то цифры фотосильщики, там тысячи людей убирало, но как бы погибло не так много, там где-то порядка 200 человек. Но трагедия была очень большая. То есть там вся страна помогала, потому что там 90 домов с лишним полностью, там тысячи домов были полуразрушены. То есть там стихия страшная была. Дома затопило буквально под крышу. То есть представьте, и буквально это произошло за 15 минут. То есть никто даже не ожидал. Там прорвал плотину естественную, которую организовал. Вот. И мы ездили как психологи помогали людям. И для меня было удивительно, понимаете, как люди, у которых есть вот это правильное воспринятие мира, что в этом мире я должен сейчас что-то понять. у людей, у которых была вера в Бога, как они легко все это проживают. У них погибли даже родственники, но люди, у которых просто там имущество они потеряли, у них такие истерики были, такие, они впадали в депрессию страшную. Их не было. Одна женщина, у меня там, молодая девушка привезла к своей маме. У нее страшная депрессия, которая вот там, я не знаю, врачи не могли ничего сделать, там ей уколы делали, ничего не помогало. И один психолог какой-то ей сказал, говорит, просто напейся. Я, говорит, уже не знаю, что с тобой делать. И она меня привезла, говорит, помоги ей. Естественно, я как бы, ну, постарался что-то и сделал, и там, ну, ее увидел, это жуткая обиды, просто жуткий страх. Она увидела женщину, мертвую женщину с ребенком в руках. И у нее вот это включилось. Она в прошлое, там, у них было еще наводнение 10 лет до этого, или там 15 лет, я не помню. И она чуть не потерял сын. И у нее вот это включилось, что вот опять это могло произойти. И вот мы с ней, как бы я работал и видел, сколько мне обиды. Что самое интересное, у нее страшная обиды была на священника, обиды на Бога была. И мы как-то вот понемножку это все проживали, и как-то что-то мы там с ней отпустил, то есть какие-то вот механизмы мы нашли. Вот причина была этой, этой страшной депрессии. Вот я там дал какие-то наставления дочке, мы там недолго с ней общались, потому что это нам нужно было делать. То есть я вот это увидел, очень интересную вещь, когда есть еще раз правильное мировоззрение, принятие этого мира, принятие уроков. Понимаете, что вот сейчас в мою жизнь пришло испытание, которое я должен пройти, которое я должен принять, понимаете, как часть своей судьбы. Принять. Очень важная вещь. Принять всех своих родственников, всех своих друзей, всех своих обидчиков принять. И тогда происходит трансформация. Это первая вещь, которую нужно сделать. Просто сказать, да, это моя судьба. Я еще не знаю, как я должна поступать, я не знаю, что я буду с этим делать, но первое нужно принять. Александр, а как вот понять вот событие, которое происходит? Оно приходит в судьбе, ну мы же знаем все, что есть карта такая, которая надо отработать. Или это результат нашего искаженного сознания? Что, что еще раз? Либо это результат Christianity. И потому что, что да. И я его хочется.